Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины, и мое большое путешествие по этой прекрасной стране продолжается. И сегодня мы приехали на океан, в городок Пинамар. Итак, мы заехали в наш отель в Пинамар, с вот таким вот видом. Как хорошо путешествовать в низкий сезон. Мы сняли номер с видом на город, поскольку отель пустой, нас заселили с видом на океан. Юля, ты счастлива? Я просто суперсчастлива, пойду постою. Как это открыть? А вот, попытайся. Простите меня! А как это делается? Елена! Кровя! Так, вот. Вау! Блин, тут как жалко, кстати. Да, намного теплее, чем в Мардель Плате. В Бунас-Айресе, кстати. Ну, не знаю, может, сейчас там тоже жалко сегодня. Господи, как хорошо. Лен, пошли быстро на пляж. Пошли, 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 пошли. В общем, заселились мы в отеле, который вон там сейчас находится. Сзади меня вышли из отеля сразу и попали на пляж. Просто отель стоит на песке, на пляже. И сейчас мы идем гулять вдоль океана в центр городка Пиномарк и искать, где пообедать и поужинать одновременно. В принципе, мы уже знаем, где это все произойдет. А сейчас пока время наслаждаться шумом океана. Боже, какой здесь воздух! Юля, тебе нравится? А Юля уже пошла ноги мочить. А ну-ка, сейчас мы за ней понаблюдаем. Юля соскучилась за океаном. Я тоже. Что такое, Юлечка? Я тоже холодно. Холодно тебе? Это не май месяц, знаете. Как это не май месяц? Май месяц. Итак, попытка номер два. Ну что такое, Юлечка? Попытка номер два. Не удалась. Процесс пошел. Попытка закончилась. Говорю, не май месяц. Пинамар – это эксклюзивный пляжный курорт в провинции Буэнос-Айрес, примерно в 350 километров от столицы страны. Да, май месяц – это поздняя осень в Аргентине, поэтому немножко прохладно. А летом в этот небольшой курортный город, в котором проживает порядка 25-30 тысяч человек, ежегодно приезжает более полтора миллионов туристов, чтобы отдохнуть на берегу океана. История этого городка началась 80 лет назад. Это был частный проект по строительству летних домиков и отелей на берегу Атлантического океана. Пинамар – это 22 километра пляжей. Он был создан первым градостроителем Аргентины Хорхе Бунги. Идею города-сада он привез из Германии, где учился по специальности градостроения по стипендии от аргентинского государства. В этот период земли были частной собственностью и принадлежали Валерии Геррера, с которой он и основал компанию под названием Пинамар. В тот же период сюда уже была проложена железная дорога, на которую и была сделана ставка. И Хорхе Бунги не ошибся. В 1943 году он для туристов открывает отель Пинамар. С этого дня и начинается история этого города. И поскольку вся эта прибрежная территория представляет из себя песчаные дюны, то чтобы их укрепить, они засаживались соснами. Отсюда и название Пина, сосна и мар, море. Вот такой вот город-сад на берегу океана, среди соснового леса. Вечер встретили на красивой террасе на океане. Утро нового дня. В Пинамаре мы решили начать прогулкой по океану. Смотрите, какие бескрайние пляжи. Может, в одну сторону, в другую сторону. Десятки, десятки, десятки километров пляжей. А может и сотен. Скорее всего, поскольку здесь до Мар-дель-Платы 200 километров, и эта дорога все время по пляжу, так что пляжей в Аргентине тоже очень-очень-очень много. Очень много на песке ракушечника, посмотрите. О чем это говорит? Это говорит о том, что в воде очень много всяких вкусных ракушечек. Мы вчера, правда, на ужин ели только мидии взяли, потому что официант нас сразу предупредил, что это очень много. Я сначала так подумала. Мидии, какие-то семечки, наездки нельзя. Для меня мидии это всегда закуска. Мы взяли одну порцию мидии по-провансальски, и мы ее с трудом доели на двоих. И это было очень вкусно. Так что морская кухня в Аргентине тоже есть. Есть места, где умеют готовить, но да, этих мест не так много. Их нужно знать. Ну, или отправляться в путешествие по Аргентине с гастрономическим гидом, который для вас уже все нашел, поперепробовал десятки и десятки ресторанов и знает, где вкусно, а где не стоит тратить деньги. Потому что в той же Мардель Платье, то, куда абсолютно все рекомендуют идти, но это было ужасно. Это было ужасно. Я не знаю оснований чего. Абсолютно разные люди рекомендовали этот ресторан. Потому что это, наверное, за последние 10 лет у меня был вообще единственный случай, когда желудок болел после еды. Есть это было невыносимо, но все равно я нашла в Мардель Платье вкусные рестораны. Я здесь уже тоже нашла вкусные рестораны. Я не один в Пинамарии имею в виду. И это все морская кухня, которую я для вас уже перепробовала. Так вот все солнышком заливается, и мы идем, гуляем, наслаждаемся свежим морским воздухом. Это так классно! По пляжу этим утром мы решили дойти до городка Карилло. Это один из пригородов Пинамара, где расположены дачки и летние резиденции правителей и министров Аргентины. Как нам сказали еще в Мардель Платье, именно в Карилло находятся самые красивые особняки, и они тоже расположены в сосновом бару, посаженном на песчаных дюнах для их удержания. Еще недавно вход и въезд в этот городок контролировался, но, знаете ли, демократия в Аргентине победила, и сейчас он доступен для всех и расположен в красивой заповедной зоне. Идемте заглянем внутрь этого городка. Устав бродить по пляжу, ну, потому что по пляжу можно бродить где угодно, а решили свернуть вглубь пригородных поселочков вокруг Пинамара, поскольку это место, оно прежде всего известно тем, что здесь такие вот дачки на берегу океана, очень много красивых домиков. Только один шаг сделали с пляжа вовнутрь, да, в сторону леса, и сразу запах сосен, вот за что, в принципе, название Пинамара у этого места есть, да. Пина – это сосна, мар, море. И запах сосен на берегу океана. Сразу понимаешь, за что это место аргентинцы выбрали для своего любимого курорта. Все в зелени. Кстати, нету асфальта, видите, все дорожки, песчаные дороги, по которым ездят автомобили. Это мы еще вчера заметили, когда на такси ехали с вокзала к своему отелю, чтобы максимально сохранить всю вот эту вот природную естественность. И как тут красиво, тишина. Потрясающие красивые домики на любой вкус и кошелек. Кто на что гораст. Но все это красиво, очень зелено. Мне сразу напоминает деревушку, уже не помню, как называется, которую в Швеции, где я в Швеции жила, когда навещала в течение месяца своего сына. И вот под Мяльмю, Холиксваген, по-моему, он мне снимал домик, такого вот типа домика он мне снимал под Швеции, под Мяльмю в Швеции. И там вот я тоже бродила между двух морей и любовалась этой красотой. И наслаждалась воздухом. Парень работает, приехал работник, ухаживает за газонами. Сзади огромная березка. Здесь нет заборов. Иногда вот можно встретить такие заросли бамбука в качестве забора. А так заборов практически нет. Решеток на окнах тоже нет. Еще иногда можно встретить вот такой вот заборчик. Видите? Это чисто эстетически. Солнце светит прямо в глаз, если едешь на Кавказ. Такой заборчик. Там спрятан. За этим заборчиком спрятан домик такой в скандинавском стиле. Сделан белой вагонкой. Не знаю, как это называется. В архитектуре я училась уже давно. Многое забыла. Очень красиво. Мне здесь очень нравится. Видите? Хвойные. Всякого разного вида. Юля куда-то меня ведет, как гид. Сегодня мой гид. Не все время же мне быть гидом. Вот. И, кстати, вот этот красивый домик, который мне так понравился. Смотрите, какие ворота, как раньше, да, для лошадей делали. Юля, берем. Я вот даже снимаю и номер телефона. Может, кто-то еще из зрителей захочет прикупить этот домик. Сделаю хозяину бесплатную рекламу. Так уж и быть. Я иногда бываю доброй. Иногда делаю бесплатные добрые дела по одному в день. Кто успевает, тому повезло. Смотрите, видите, абсолютно никакого забора. Вот все, как в Швеции. На входе есть вот такой вот счетчик газа. И примерно это всегда обозначает начало забора. С другой стороны, какой же стоит. И в глубине красивый домик. Одноэтажный, с красивыми, большими окнами. Он фотокорреспондентом что-то фотографирует. Очень, кстати, много здесь. Везде лаванды насажено. Смотрите, какая красота. Вот так вот красиво здесь люди живут. Смотрите, какая красота. Домики среди хвойного леса. Но это, правда, не домик. Это уже больше на замок похоже. Дворец какой-то. Близко подходить не буду. То еще стрельнут в задницу. Опасно такие домики снимать. А вот и калина. А может и нет? Смотрите, какие листики. И тут же висят иголки, которые с осен попадали. Смотрите, какая красота неимоверная. И птички поют. Птичек слышите? Вот такой вот красивый забор живая. И сгорать из вот таких. Посмотрите, потрясающе, как оно не спадает. Прямо понад дорогой. И все-все-все в этом красном кустарнике. Другого забора нет. Но там, понятно, стоит пушечная артиллерия. И птички щебечут. Красивый домик. Дай бог каждому моему зрителю по такому домику. Смотрите, хлорофилл вырос прям в пенечке. Девушка побежала за инфарктом. И вот таких вот домиков здесь на протяжении нескольких десятков километров. Это не то, что маленький поселочек. Нет. Это огромнейшее пространство. Поэтому не надо говорить, что Аргентина – это страна третьего мира и нищая страна. Нищета она в ваших головах. Аргентина – это страна возможностей. Кто хочет, тот себя здесь находит и может заработать. Все, что он хочет. Но для этого, естественно, надо трудиться. Мне практически каждый день приходят сообщения. Елена, как можно устроиться на хорошую работу в Аргентине, получать много, при этом не иметь никаких навыков и не знать испанского языка. Друзья, чудес не бывает никак. Учите, учите испанский, учите английский как дополнительный бонус для проживания в Аргентине. Но основной язык здесь испанский. И без него никак. Вы будете здесь глухонемым. Никто вас на работу без испанского языка не примет. А уж тем более, если вы хотите какие-то хорошие работы. Ой, вчера это просто был какой-то ужас. Девушка пишет, как можно так хорошо устроиться, вот не называя никаких своих навыков, и чтобы хорошо платили, и чтобы испанский язык не учить. Да никак. Ну, или продавайте свое тело. Может быть, если не убьют вас, то заработаете немножко. Для того, чтобы работать, хорошо зарабатывать, нужно учиться, учить язык, учить какую-то новую профессию, возможно, для вас, нарабатывать новые навыки, проходите разные курсы, тренинги, не бойтесь учиться. Не бойтесь учиться в любом возрасте. Тогда у вас все будет хорошо. Тогда вы себе сможете позволить такой вот домик в лесу с бассейном или все, что вы желаете. Но это возможно только, когда вы правильно идете к своей мечте, когда вы не ждете чудес, и когда вы готовы трудиться. Смотрите, какие домики красивые. В этой жизни все возможно. все возможно. Страна Басков всегда где-то рядом домик в Баско-Атлантическом стиле. Я его издалека уже увидела. Смотрите, какая красота. Страна Басков меня не отпускает. И у этого домика, скорее всего, да, у него с той стороны уже океан. Может быть, еще один будет ряд домиков или отелей. Вторая линия. Птички, слышите, как тут кричат. Вау! А здесь сразу Канада напротив. Красный. Нет, это не клен. Это платан. Но напоминает немножко кленный домик такой в североамериканском стиле. Красота. Называется инсуэнью. Мечта. Кто-то осуществил свою мечту. Вы тоже можете осуществить свою мечту. А вот, кстати, тут же архитектор указан. У архитектора как раз фамилия Баская. Вау! Просто вау! На любой вкус. Есть домики на любой вкус. Тоже, видите, ни заборов, ни решеток, окна в пол. Кто говорит о безопасности этого места? кто-то. Осень. Золотая осень у нас. Вон там, наверху, на дюне, дом полностью отделан деревом, натуральным камнем. русская избушка. И это, кстати, жакаранда, или как называют ее в Аргентине, хакаранда, которая будет в ноябре потом цвести сиреневым. И то, что сейчас в Испании, в Андалусии цветет сиреневым в мае месяце. очень интересная. Сизая с сиреневым. Никогда не видела. Мелкие-мелкие листочки, почти как у мимозы. Есть у меня такие же ботаники ненормальные, как я. Кто-то подскажет, что это такое. Смотрите, какая красота. Смотрите, как здесь тротуар обозначен. Он тоже все покрытие песчаное, поскольку это дюна, проезжая часть и тот же асфальт, который, ой, асфальт, говорю, тротуар, который колышками отделен от проезжей части. Каждого свое место. Ресторанные дворики несколько один за другим идут, чтобы люди из этих домиков могли пойти где-то позавтракать, пообедать, поужинать, а не готовить дома. и тут прям целая улица коммерции, огромное количество террасок. и вот это все что вперед это все ресторанчики с террасками. до хорошенький, что здесь еще пройдем хорошо. Юрмала, Юрмала, ветром с моря дунуло в середине дня, и на счастье в Юрмалу занесло меня. Юля, споем от счастья-то? Сейчас выпьем и споем. Вот, там уже и без нас поют. Вау, 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 просто вот восторг тут уже зашкаливает. Здесь есть жизнь. А это что это такое? Это не видно, как раз, смотрите. Это шоколадик и раз. Да, шгущёночку вижу. Нет, шгущёночку я не вижу, это шоколадики. Смотри, где шоколадики. Вот, если точно надо. Юля, у тебя уже все чемоданы и сумки забиты. Это ничего. Красный фрукт, чай тут есть и tropical time. Булочки, какие там сладости. Вау, вау. Может, потом зайдём купим же всё, вау. Как это всё красиво. Как это всё красиво. у меня, тем draftи're Продолжение следует... 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 не видно, да, не видно это шикарное место мне здесь очень понравилось Субтитры сделал DimaTorzok